Библия говорит Сегодня существует множество разной литературы, которая говорит о лидерстве, о мужественности, говорит о том, что мужчина должен занимать соответствующее положение в семье и быть по-настоящему лидером. К большому сожалению, не все эти книги, наверное, большинство этих книг, они не попадают в цель. Они где-то говорят об общем представлении лидерства, не объясняя настоящий источник лидерства. В действительности, Писание говорит об этом очень просто. Это можно свести к одному стиху, который мы встречаем в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Если ты помнишь, там есть такой третий, кажется, стих, где написано. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть, очень ясно описано здесь источник лидерства. Когда он говорит, глава Христу глава Бог или жене глава муж или мужу глава Христос, он говорит об источнике власти, источнике лидерства. И в данном случае он интересное сравнение пишет. Он говорит, что когда Христос пришел на землю, то Христос, будучи человеком, Бога-человеком, он полностью подчинил себя Отцу. То есть, он наполнился качествами, характером Отца. Это что дает ему? Это дает ему несколько удивительных качеств. С одной стороны, это огромнейшая любовь, которую Отец проявляет к человечеству, и Сын несет эту любовь. Он об этом много раз говорит, особенно 15 глава Евангелия Иоанна, где он говорит о том, что любовь, которую... Я прибыл в любви Отца. И тебе говорит, вы прибудьте в любви моей. То есть, Христос наполнен любовью Отца, Божьим отношением ко всему Его происходящему. Вместе с этим он наполнен уверенностью Отца. Он не зависит от того, что здесь происходит, быстро меняющееся настроение. Он не дрейфует, когда угрозы появляются. Он не паникует, когда что-то идет не так. Он живет Отцом. Вот интересная ситуация. Мы же много раз о ней вспоминали, но я снова и снова к ней возвращаюсь. Это сцена разговора Пилата со Христом. Христос стоит перед Пилатом, и Пилат утверждает, он говорит, я имею власть, тебя распять или тебя освободить. А Христос ему говорит, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Вот это наполнение Отцом Христу глава Бог. Вот это стало реальным источником мужества, любви, мудрости, целенаправленности, точности во всем, что Сын делал. Теперь смотри, он говорит, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Вот точно так, как Христу глава Бог, вот точно так мужу глава Христос. То есть мое лидерство, оно связано не с книгами, которые написаны как 10 принципов или 12, как стать хорошим лидером. А оно связано с единственным, с познанием Христа и наполнением им. Нам нужно сердце Христа, нам нужно чувствование Христа, нам нужна выдержка Христа, нам нужно долготерпение Христа. Нам необходимо все то, что Христос может нам дать. Его искренняя любовь, Его милосердие, Его прощение, Его долготерпение, Его целенаправленность, Его посвященность Божьим целям. Нам все это нужно. Вот тогда, когда человек наполняется Христом, и Христос для него становится единственным или главным источником всего, что он делает в жизни. Вот тогда он приобретает способность стать лидером для своей жены. Это самое главное. Это единственное, что может помочь этому молодому человеку и многим-многим другим быть хорошим лидером. Когда образец Христа, вот здесь вот, и желание быть подобным ему. Только написано, в нас должны быть чувствования Христовы. Дальше Христос говорит, я в отце, отец во мне, и вы в нас. Вот это то же самое, о чем идет речь. Да, и уже, наверное, практика этого служения жене, она начнется уже в браке. Многие вещи уже померя. Конечно, но здесь вопрос важный такой, смотри. Если ты не научился жить Христом сейчас, то ты не научишься быть хорошим лидером, когда ты... Да, тогда наступит практика. Тогда будет практическое выражение того, чему ты должен был научиться до того. Кто твой господин? Вместе с тем, еще одну важную деталь. Мы никогда не научимся на 100% жить Христом. Мы всегда продолжаем. Павел пишет уже в зрелые годы своей жизни. Он говорит, стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Очень точно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Да, слава Богу. Брагоценное спасибо вам, и мы надеемся, что брат дорогой получил ответ на свой вопрос. Делитесь, ставьте на своих страничках в социальных сетях, распространяйтесь, пусть истина Божия широко идет в люди, спасая души. На сегодня все. Храни вас Господь. Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp, плюс 1-360-977-21-82. Или по адресу электронной почты – письма-собака-слова.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!